И так, невозможное возможно. Скажите, только мне кажется, что в этом уравнении не хватает немножко слагаемых. Вот явно возможно должно стоять после знака равно, правда? Невозможное плюс что? Я отвечаю на этот вопрос плюс желание. Желание, наверное, это то самое слово, которое двигает наши цивилизации. И ради чего мы вообще живем? Нет желания, и да, невозможное невозможно. Я вам расскажу одну историю. Есть такой небольшой городок Ангарск. Многие, наверное, слышали о нем. И как-то в июне из обычного подъезда, обычного дома, вышел мальчик. Лет шести-семи. У него в руках был большой скрипичный футляр. Он шел по улице, прошел несколько кварталов. Остановился у входа в музыкальную школу. Воровато оглянулся и юркнул в подворотню. Но через некоторое время его можно было видеть, как он идет обратно. И так продолжалось все лето. А потом начался сентябрь, пожелтели листья. А он все еще ходил, доходил до школы и потом шел обратно. В октябре выпал снег. Первый снег в Ангарске. Мы все из Сибири, знаете, что это такое. И он тоже пошел в школу. И он постоял у двери, вздохнул. И открыл эту огромную дверь и юркнул внутрь. Что произошло с этим пацаном? Ему надоело обманывать родителей? Или у него появилось желание учиться играть на скрипке? Нет версии? Прекрасный ответ, но правда немножко иная. Просто накануне у него был день рождения. И родители наконец-таки подарили ему скрипку, которую он просил целый год. Невозможно, да? А еще есть такой населенный пункт. Скажите, поднимите руку, кто вообще хотя бы примерно знает, где находится город Хилок? Хорошо, а теперь поднимите руки, кто знает, где находится город Нью-Йорк. Прекрасно, смотрите, какая разница. И что их связывает? Да что может вообще связывать Хилок, который, по-моему, за грани. Да, Юра? И Нью-Йорк. Что может связывать мальчика с пустым скрипишным футляром и Тайм-сквер? Желание. Встречайте, two Siberians. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 по 65-й улице шла пожилая американская пара. Такие хорошие, настоящие, влюбленные в друг друга, прожившие всю жизнь, лет далеко за 75, пара. И они идут, и они уже собираются поворачивать на Бродвей, и она говорит, Хани, а что там на Линкольн-центре за афиша? Что это? Он так прищуривается и говорит, по-моему, это привезли какой-то русский хор или, может быть, танцы, потому что я вижу туда Сиберинс. Она говорит, а когда это будет? Он говорит, ну, через две недели там, в четверг. Он говорит, слушай, это классная идея. Мы же и в Фориде возвращаемся в понедельник, у нас есть время. Давай сходим. Она говорит, дорогая, знаешь, там даже, по-моему, два хора, потому что там написано «Ту Сиберинс». Она говорит, ой, это вообще, наверное, круто. Давай зайдем и купим билеты. И он говорит, слушай, знаешь, у меня есть плохая новость. Там такая табличка висит, «Solding out». Она говорит, что? За две недели на русский хор проданы все билеты. Это невозможно. Хилок. Линкольн-центр. Мальчик с пустым футляром. И проданный за две недели до концерта. Линкольн-центр. «Ту Сиберинс». «Ту Сиберинс». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Добро пожаловать в наш канал!